МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую, друзья! С вами Зидыч. И сегодня мы рассмотрим самолёт, который серьёзно изменился со времён появления в игре. Это Вампир, первая модификация которого имела первый же вылет в 43-м году. А что касается ФБ-5, который находится у нас в игре, так первый вылет состоялся 23 июня 48-го года. А вот уже со следующего года он начал вытеснять как поршневые машины, так и более старые Вампиры. ФБ-5 вызвал ещё больше интерес за границей, нежели ранние модели. Он поставлялся в Египет, Венесуэлу и Южную Африку. Кроме того, в Италии и Франции эти машины производились по лицензии. Были и более поздние модификации. Например, ФБ-6, который отличался несколько более мощным двигателем в 1500 кг сил. Или, скажем, МК-10. Эта модель создавалась по египетскому заказу в виде двух местного ночного истребителя. Но других модификаций у нас в игре пока что нет, поэтому поговорим о том, что имеем. Итак, как я уже говорил, Пятый Вампир изменился. Помнится, однажды я делал рубрику «Трудный день, куда вошёл этот мазохистский самолёт». Но теперь... Вампир, который на своём бейре получал по щекам от любого из противников, который отказывался маневрировать, кренится, да и вообще хоть как-то летать, кардинально изменил своё положение. Вампир стал неплохо климбить. Время от времени даже оказывается выше своих противников. Разумеется, если наш самолёт с БРМ-73 кинет против МиГ-15 и Ла-15, про высоту можно забыть. И всё же, новая манёвренность самолёта позволяет уклоняться от бумзумящих атак противника. Если это, разумеется, не двойная дублирующая атака двух звеньевых игроков. Теперь мы способны делать неплохие контратаки во время размазанной бочки. Благо, крен тоже настроили. Получается, самолёт стал из многострадального, насасывающего вампира крепким среднячком. А может, даже лучше. В чём вампир точно лучше всех своих противников, в том числе и МиГ-15, так это вооружение. Четыре испаны с хорошей баллистикой полёта снаряда и отличнейшим запасом БК. Такими пушками нагибать легко, поверьте. Главное привыкнуть к траектории полёта снаряда и освоить правильные упреждения. Закрылки достаточно эффективны, хорошо помогают резать углы на малых и средних скоростях. В армии стало куда легче. Да, нужно пережить стоковый вариант, используя несколько иную, я бы даже сказал, трусливую тактику игры. То есть климить вместе с группой союзников, но в бой не лезть вообще, пока кто-то из союзников не потянет противника за собой на низы. Вот тогда можно начинать атаку. В полноценном же бою с докфайтами на стоке сливаешься довольно быстро. А вот на топовом вы успеваете разогнаться перед следующей атакой противника и сделать контрманёвр. Динамика разгона становится вполне годной. Кстати говоря, о скорости. Рабочая скорость, пожалуй, не менее 380 км в час, на которой он может быстро довернуть до противника. В целом же, даже во время климба я примерно эту скорость и держал. Есть и неприятный момент. Это флаттер самолёта. И сейчас на экране я как раз-таки решил провести эксперимент на прочность машины. Я напомню, что у самолёта имеется воздушный тормоз. Это очень помогает в нужный момент, чтобы сбросить лишнюю скорость при пикировании. Но здесь это не потребуется. В конце концов, мы пойдём до конца. Итак, самолёт уже шатает, и мы видим значение скорости, из-за которой наступил флаттер в районе 900 км в час. Это, в принципе, неплохая цифра для своего бояра, но этого недостаточно, чтобы догонять такие самолёты, как Ла-15 или же МиГ-15. Ну а теперь сделаем неожиданный эксперимент. Дуэль вампира против МиГ-15 Бис. Итак, мой противник немецкий МиГ-15 Бис. Но поверьте, задача не показать нагиб от вампира, а доказать, насколько он изменился с тех времён, как его настроили. Раньше он не мог доворачивать вообще практически ни до какого противника, и по манёвренности его можно было сравнить с Саламандрой. Но теперь всё изменилось. Когда он выходит на свои рабочие скорости, он может очень неплохо доворачивать не только до МиГ-15, но и до других более манёвренных самолётов. Сейчас как раз-таки вы видите, как я выхожу на рабочую скорость, делаю как раз-таки сплит. И вот сейчас обратите внимание на скорость. Скорость достигает оптимального значения, но самолёты начинают подниматься быстрее, потому что мы достигли необходимого положения, необходимого значения, и теперь довернули до противника. Главное взять правильное упреждение, даём очередь, и противник подбит. Но на самом деле, если взять стандартную ситуацию из рандомного боя, то, разумеется, против МиГ-15 шансов у нас практически нет. Именно МиГ-15 бис, потому что он имеет тотальное преимущество в климбе, и переиграть его через вертикаль просто невозможно. Ну, с манёвренностью, я думаю, вы поняли, что теперь самолёт может быть годным, и, соответственно, переходим к основной части боёвки. Операция Корея. И, судя по балансу, мы попали по самой жёсткой схеме, потому что у нас в противниках МиГ-15. Мы даём короткую очередь и отворачиваем, попадаем по противнику, но никакого урона. К сожалению, такое бывает, и сейчас мы пытаемся развернуться на противника. Теперь-то вы знаете, что мы это сделаем куда быстрее, чем наш оппонент. И сейчас противник вынужден уходить под нас, чтобы скрыться опять с небольшим климбом. Но ничего не поделать, придётся его отпустить, потому что скорость слишком большая. К тому же, на нас летит МиГ-15, другой МиГ-15, который, скорее всего, попробует уничтожить нас через лобовую атаку. Мы будем к этому готовы, и, разумеется, отвернём. Хотя, смотрите, что происходит. МиГ-15 не решается на лобовую, прилетает над нами, и поэтому я принимаю решение тянуться за первым МиГом-15. В скорости мало, но мы оцениваем на глаз правильное упражнение, даём очередь, и попадаем два раза подряд. Противник забит. И теперь можно переключаться на следующего противника. А вот и другой МиГ-15. Кажется, у него неуправляемый штопор, и мы пробуем развернуться, чтобы добить этого врага. Красиво, очень красиво падает в этом штопоре и включает синие дымы. Шикарное просто представление от МиГ-15, и я заподозрил, что это Джоиот, и у него что-то не пошло с управлением. Но как же я ошибался? Оказывается, мне написал игрок как раз в этот момент. Он ему, видимо, подбил рули высоты, и поэтому тот вошёл в штопор. И разумеется, перед этим игроком извиняюсь в прямом видео, потому что реально не ожидал. Думал, что действительно это Джоииот. Но мы продолжаем наш бой, и заметьте, как работает хорошо тактика. Всё очень просто, мы держим свою высоту. Дело в том, что наш двигатель как раз таки ориентирован на высоту 3,5-4 тысячи метров, на которой, кстати, он раскрывается по полной мере. Да, у нас не слишком мощный двигатель по сравнению с конкурентами, тем не менее, нам его хватает, чтобы как раз таки вести достаточно успешный бой. Сейчас мы попробуем проатаковать очередного противника, который будет сейчас подниматься как раз на вертикали, мы его простреливаем во время перегрузки, и фактически убиваем пилота. И у нас уже три сбития. На самом деле, для реактивных самолётов это довольно неплохой результат, потому что в целом здесь бои не идут 15 на 15, игроков здесь меньше, гораздо меньше, и фрагов периодически не хватает. Вот снова попадаем в лоб, и ничего не происходит. Очень странная ситуация. И хочу добавить то, что вот именно как раз таки в этих боях, я имею ввиду ранние реактивные авиации, несмотря на то, что как раз таки бои затянуты периодически, все пытаются друг от друга убежать, мы можем нафармить. Нафармить за счёт того, что именно на ранней реактивной авиации бывают докфайты гораздо чаще. Что ж, я думаю, сейчас мы попробуем сбить последнего противника, четвёртого, ну и, соответственно, подведём итоги. Самолёт действительно стал куда интереснее, эффективнее по сравнению с тем, что было. А был он крайне неэффективен, как я уже говорил, можете посмотреть обзор на трудный день именно по вампиру, и как раз таки там вы сможете оценить, насколько он был печален. Действительно очень интересное видео, можете посмотреть и поплакать вместе со мной, где как раз таки всё это реально было рассказано. Ну а сейчас вампир это вполне годный крафт, который может побороться как раз таки за господство на своём боевом рейтинге. На этом, я думаю, будем прощаться. Спасибо, что ставили палец вверх, подписывались на канал. Ну и, разумеется, удачи вам в небе War Thunder. Всего хорошего, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!